Привет, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий, вы смотрите партизанское телевидение АРУ-ТВ. И первым делом я хотел бы вас поздравить с наступившим, а для некоторых еще наступающим, восточным Новым Годом. Это год желтой земляной собаки, отсюда, собственно, и цвет моей рубашоночки. Пусть желтая земляная собака принесет вам массу радости, счастья, а также желанных политических и государственных перемен. Начнем мы с обзора последних писем, ну и первое из них как раз посвящено переменам политическим. Майк Бо пишет, процитирую сейчас коротко, Мне кажется, сейчас революцию делать попросту некому. Протестующих, может быть, и немало, но этот протест по своей форме пассивный. Может быть, к концу четвертого срока Путина, когда вырастут те, кому теперь лет 17, они уже откровенно будут ненавидеть все вокруг, всю эту гнилую по всем фронтам власть. Вот тогда они и совершат нечто. Ну, в принципе, Майк, я с вами согласен, оцениваете вы ситуацию трезво. Но я хотел бы вам напомнить бессмертную фразу Патрика МакМерфи из кинофильма «Пролетая над гнездом кукушки». Но я же хоть что-то попробовал сделать, черт возьми. Я же хотя бы постарался. Вот я лично придерживаюсь такой точки зрения, что просто вот так вот трезво оценивать ситуацию и оставаться в пассивном положении – это неправильно. Надо хотя бы попробовать. А там уже что получится. Вот, кстати говоря, Виктор Щанкин похожим образом тоже аргументирует свою позицию. А на самом деле все реально. Он имеет в виду перемены. Просто утром умываясь, каждый россиянин, глядя себе в глаза, должен себя спросить – «Тварь я дрожащая или право имею?» И от ответа будет зависеть, кому пиздец – России или Путину и банде. Вот и весь прогноз. Противоположная точка зрения. Ну, мы, естественно, представляем всех. Лек Степляков пишет. «Зачем тебе все это, Артемий? Хочешь, как Ленин, вернуться в гурлящую Россию и быть опять в фаворе? Вряд ли. Не на тех ты поставил, похоже. Мы как-нибудь здесь, в России, без потрясений обойдемся. По крайней мере, в ближайшие шесть лет. Зачем нам эти революции?» Ну, революции на самом деле у нас боятся очень многие. Но, ей-богу, не мы, не я, не Навальный, не какие-то еще оппозиционеры – не мы виноваты в том, что если какие-то серьезные перемены в России будут происходить, то, скорее всего, они будут происходить революционным путем. Потому что попросту, демократично, легко и элегантно, с помощью выборов в России действительно что-либо изменить очень сложно. Но, я повторяю, это не мы придумали.